Так, всем доброго времени суток, дорогие друзья, это у нас очередное видео из рубрики «Вопросы от наших пользователей», а именно сайта «Твой тренер», «Айрон Аддикт» и в общем-то всё оттуда вот. И начнём мы с первого вопроса, нам пишет Андрей. Так, а что он тут пишет? Ну-ка, здравствуйте, можно ли разминаться перед тем, как побегать на беговой дорожке? Ну, конечно, можно. Но можно ещё сделать разминку и перед самой разминкой, чтобы нормально размяться и ничего себе не повредить. В общем, и потом заняться бегом на беговой дорожке. Ну, как бы, ничего страшного. Можно и перед самой разминкой, перед самой, самой разминкой тоже сделать разминку. В общем, много разминки не бывает. Так, следующий вопрос у нас от Кирилла. Кирилл, да? Кирилл, напишет. Так, как понять, что просушился вес 80 и до скольки сушится? Ну, во-первых, ты не уточнил, какой у тебя рост. Потому что ты там, я не знаю, как я, метр 63 рост у тебя и 80 кг вес, хотя у меня сейчас 85. До скольки тебе сушится? Я откуда узнаю, до скольки вес сушится? Сколько тебе надо рельефа? Столько и делай, если сможешь, конечно. Ну и как понять, что просушился? Блин, это очень такое сумбурное, блин, вообще этот самый сумбурный вопрос непонятный просто. Капец какой-то, ну как понять, что просушился? Ну, если ты достаточно рельефный, рельеф глубокий, вены видно и, в общем, все вот это вот, значит нормально просушился. Но если ни хрена этого не видно и пресса не видно и ни сечения, ничего нету, значит ты плохо просушился. И опять же, понятие сушки у каждого свое, кому-то, блин, экстремальная сушка по душе, кому-то так себе чуть-чуть, чтобы пресс было видно. Или, в общем, чтобы общая спортивная форма была, ну как бы для всех по-разному. Поэтому тут уже как бы на вкус и цвет товарища нет, сам решаешь, как тебе сушиться. Так, пишет нам Вадим. Добрый день, подскажите, есть ли смысл? Если да, то как разбить нагрузку в 3-4 подхода на одну группу мышц? В 3-4 подхода на одну группу мышц? Как разбить нагрузку в 3-4 подхода на одну группу мышц? Это просто поразительно, я не знаю. Вадим, а ты случайно там дышать не разучился? Ну, как разбить нагрузку в 3-4 подхода на одну группу мышц? Не, ну как бы, блин, этот самый, блин. Я вообще, я не понимаю, как. Ну, это же элементарно. Ну, 3-4, этот самый, чего надо, нагрузку 3-4 подхода на одну группу мышц? Делаешь 3-4 подхода по 12-15 повторений, если ты работаешь, допустим, на рельеф. Хотя можно и больше делать. 20-25 повторений. Если ты работаешь на массу, то у тебя там в среднем 5, от 5 до 8 повторений, не более. Но с максимальными весами. Вообще, такой вопрос, за который просто, блин, ну, у меня прям дар речи отнимается. Ну, я не знаю. В самом-то деле. Как разбить нагрузку в 3-4 подхода на одну группу мышц? А как? Это просто поразительно. Так. Пишет нам следующее Таня. Я вешу 58 килограмм, прирост из 664. Мне 14 лет. Это нормально? Ну да, как бы, в пределах нормы вес. У меня есть целлюлит, жир и только на ляжках, попе и немного на боках. Живот плоский. Помогите подобрать питание. Такое, чтобы был хороший результат. Хочу похудеть до 50-51 килограмма. Ну, 51 килограмма, это уже, как бы, ниже нормы для такого роста. Целлюлит, жир, ну, это, как бы, естественно, для женского организма. Вот. Ну, а для того, чтобы похудеть, нужно соблюдать либо белковое питание. Есть такая диета, буч диета называется, можешь ее попробовать. Или, ну, белково-углеводное чередование. Есть безуглеводная диета, где без углеводов вообще сидят. Вообще, для начала бы тебе разобраться, что такое БЖУ. То есть для этого интернете почитай обязательно, что это. Калории тоже надо соблюдать. Если ты хочешь создать рельеф, если ты хочешь еще похудеть, то тебе нужно ограничить калорийность своего рациона. А на твой рост и вес, ну, примерно где-то 1300-1400 калорий вполне достаточно будет в сутки. При этом даже БЖУ можно не особо соблюдать. То есть просто урезаешь калории и, собственно, худеешь. И не будет у тебя ни целлюлита, ни будет, как бы, ну, относительно жира не будет. Потому что, как бы, слишком низкий процент жира для нашего организма – это тоже не очень хорошо. Вот, хотя, да, есть генетические уникумы, для которых и, как бы, низкий процент жира – это нормальное состояние. Поэтому, ну, таких, как бы, меньшинство. Поэтому для большинства людей нормальное состояние – это примерно, там, для мужчины, ну, я не знаю, процентов 15-12 жира. А вот, а для женщины это где-то в пределах 20. То есть, в принципе, у тебя, как бы, нормальный вес. Единственное, что, вот, как бы, с питанием по работе. И, в общем-то, можно, в принципе, даже, как бы, построить такую фигуру неплохую, скажем так, без особого изменения в весе. И худеть не обязательно. Вот, потому что, ну, 50-51 килограмм – это ниже нормы. Вот, поэтому, как бы. Ну, ладно, Таня у нас хочет похудеть, как бы, ее право, ее дело, поэтому я ничего против не имею. Надо так, надо. У нас на сайте есть куча диет, можно посмотреть куча методик, тоже там полным-полным всего. Так, следующее нам пишет, вернее, следующий нам пишет Влад. Влад. Владислав, да? Владислав, получается. Так, здравствуйте. А почему процент жира у меня днем, утром и вечером различается? Больше вечером, наименьше утром, при соблюдении нормы калорийности рациона на следующее утро процент жира такой, что был предыдущее утро. Во-первых, жир так быстро не нарастает и не сходит. Блин, то, что ты думаешь, что у тебя жир, это просто жидкость заходит и выходит. Блин, ну, как бы, это нормально. Ткани, когда жидкости набираются, если ты меряешь именно по прослойке, то, ну, это, как бы, такое себе. Такие себе замеры, потому что они очень неточные и, как бы, вот, зависят от того, что сколько ты жидкости выпил, ткани жидкостью наполнились, соответственно, стали толще. И, как бы, прослойка у тебя уже большая. И ты сидишь и думаешь, ничего себе, у меня жир, блин. Вечером было столько-то жира, утром стало столько-то, вернее, вечером, ну, да, было столько-то утро, там, проснулся, просался за ночь, блин. И, как бы, раз, прослойка-то тоньше стала, думаешь, о, ничего себе, похудел. Нет, это ты не худеешь, ты не набираешь, это просто жидкость заходит и выходит. Поэтому прослойка от этого сможет становиться толще и, как бы, ну, жир так быстро не растет и не сходит. Не, ну, понятно, что можно, там, прослойку значительно уменьшить, если, блин, ну, это же, блин, надо гонять себе. Фосты, грибы, так, что, блин, короче, блин, капец. С ног упасть, как говорится, от работы кони дохнут, поэтому сильно себя загонять там не стоит. Так, Вениамин пишет, здравствуйте, а что можно есть на читмил и как его проводить? Да как проводить? Легко проводить. Читмил можно проводить, допустим, есть, как бы, раз в день что-нибудь такое кушать, допустим. Кто-то, там, бургеры кушает, кто-то, там, сладости какие-то себе позволяет, один раз в день себе позволяет. В первой половине дня, там, неважно, ну, если ты за калорийность свою не уходишь, то, в принципе, без разницы, в какое время суток потреблять сладость или, там, пирожок какой-то. Ну, главное, чтобы калории соблюдать. Также есть читмил, когда человек, допустим, две недели жесткую диету такую соблюдает и потом раз в две недели он, вот, не читмил даже, а читдей, он целый день жрет все, что захочет. То есть, в пределах там, ну, тоже по калориям нормы нету никакой, то есть, там, всегда, может, и 5000, и 8000 калорий съесть, без разницы. Ну, вот, и в этот день, то есть, ешь человек все, что хочет. Вот, при этом, как бы, ну, ничего страшного, даже если ты 8000 калорий, 8000 калорий, если не 80 тысяч, 80 тысяч, это нереально съесть, вот, даже на компанию. Вот, ну, если ты, даже если ты 8000 калорий за сутки съел, то, во-первых, они не все усвоятся, это точно, потому что какая-то часть выйдет, как бы, транзитом из организма, в виде фигальной массы, какая-то часть калорий просто, ну, не усвоится, либо сожжется, блин, потому что, когда ты 2 недели там сидишь на жесткой диете и подкидываешь потом с лишним калорий, организм, как печка, температура тела тут же взлетает, блин, все процессы взлетают, и, в общем, он в этот период даже больше калорий сжигает, чем он-то потребил, да, и для того, чтобы вот это все переработает, он еще больше сожжет, вот, поэтому, в принципе, можно и не переживать, вот, там, хапанешь лишний жир, там, еще что-нибудь, ничего не будет, вот, залитость, да, будет, если ты, допустим, кушал там полуфабрикаты, фастфуд, там очень много соли, а соль держит воду, поэтому залитость, некоторая отечность тоже может быть, ну, как бы, это не страшно. Отечность сходит, причем, ну, сходит она гораздо легче, чем жир, то есть, 3-4 дня там, ну, иногда 5 дней держится, то есть, можно избавиться, то есть, ты потом опять нормально начинаешь есть, ну, как на сушке обычно, да, то есть, минимум соли там потребляешь, ну, соль не исключаем на сушке совсем, ну, не надо исключать, ну, как бы, она должна быть, потому что предотвращает судороги, вот, и так вообще для обменных процессов соль, она, как бы, тоже нужна для нашего организма, поэтому убирать ее сильно не стоит, ну, а читмил, как я уже сказал, либо проводишь там этот, раз в день себе позволяешь какую-нибудь вкусняшку, которая входит в норму твоей калорийности, либо раз в две недели там, или раз в неделю там наедаешься, допустим, раз в неделю можно чуть-чуть ограничить читмил, там, на 2-3 тысячи калорий больше съесть обычного, да, вот, чем ты ешь там, если раз в две недели, то туда можно есть сколько влезет, и, как бы, можешь даже не переживать, что там наберешь, в общем, вот такие вот правила почти, ну, то есть, очень простые, ничего там сложного нет. Так, спишет нам Евгений, есть ли смысл покупать протеин и гейнер лишь один раз? Просто хочу проверить, будет ли результат какой, а то сколько занимаюсь, все на месте стоит. Во-первых, стоит сразу уточнить, потому что протеин и гейнер – это просто пищевые добавки, гейнер – это обычные углеводы, как макароны, протеин – это белок, как яйца, мясо и все остальное. Это не чудо-добавка, благодаря которой ты вдруг вот сейчас проведешь, блин, я не знаю, курс из протеина и гейнера, потом еще и по КТ, конечно же, надо будет делать тоже после этих всех ужасных вещей. Ну, как бы, ничего с них ты особо там и не наберешь, потому что это обычное питание. Протеин разработан для тех, у кого в рационе мало белка, либо просто как дополнение к основному рациону, даже если белка потребляется нормальное количество, в общем, а протеин – это легкоусваиваемый продукт, то есть после сценировки его обычно употребляют, либо утром, или на ночь. Вот гейнер – это углеводы, соответственно, кушаются на массе. Вот также, кстати, гейнер подходит для людей, у кого, допустим, проблемы с пищеварением, он легко усваивается, этот продукт. И, в общем, вообще, ну, как бы, пищевые добавки очень полезны для, скажем так, тех, кто, скажем, не в добром здравии себе пребывает, которым надо, такая пища легкоусваиваемая, чтобы легко ее можно было потреблять, допустим, вам сломали челюсть, и через трубочку, ну, как бы, мясо перемалывать постоянно не будет, что оно, это я уже так утрирую, шучу там, ну, в общем, польза. В общем, есть такие люди, которым дополнительно в питание гейнер очень даже подойдет. Те, кто плохо набирает массу, этих, кто плохо набирает калории, потому что гейнер, он призван поднять калорийность рациона. То есть в 100 граммах гейнера, по-моему, где-то около 400 калорий. Вот, плюс тому же его очень легко потреблять. Развел с жидкостью там, да, коктейль получился, его выпил, и все, в общем-то, 100 грамм 400 калорий получил. А для того, чтобы из пищи 100 грамм, допустим, той же каши, да, сварить, она в несколько раз в объеме увеличивается. И это только одна каша, не считая еще всего остального, что тебе съесть надо. Вот, и в каши на 100 грамм там намного меньше калорий, получается 330 калорий, где-то 320, там где-то так. Вот, смотря, какая каша. Вот, калорий, как бы, получается меньше, по объему больше. Соответственно, больше съесть надо, а желудок, он как бы, ну, он-то растягивается, но он не такой резиновый, как латекс, прям для, блин, до ведерных размеров там, у нормального человека, он вряд ли растянется. Поэтому вот гейнер как раз концентрирует, пищевые концентраты, вот это вот самая тема. Вот, а особого эффекта ждать от этого не стоит. Единственное, что я тебе могу посоветовать для массы взять, как бы, этот самый, креатин, карнитин, можно милдранат еще взять, кстати, неплохо, очень помогает. Вот, и аппетит тоже поднимает, жрать потом, правда, по ночам, ну, как бы, смотря, как его принимать. Главное, его принимать в первой половине дня, потому что если ночью будешь его употреблять, или на вечер, допустим, там, в 7 часов вечера, то, как бы, ночью уже спать будет проблематично, соответственно, потом и жрать начинаешь, на себе уже проверила, да и у меня еще и работаю много, поэтому, как бы, график у меня свечет, и игроман еще обдолбленный, короче, вообще кошмар. Так, поехали дальше. У нас получается вопросик следующий от Светланы. Итак, просушилась хорошо, теперь цель поднять ягодичную. Делаю одну силовую на низ в неделю, и одну наверх, и одну кардио. Достаточно ли трех тренировок? Да, в принципе, достаточно. Вот, и двух тренировок даже бывает хватает. И как правильно при этом потреблять белки, жиры, углеводы, чтобы мышца ягодичная хорошо держалась в тонусе? Ну, во-первых, питание никак ягодичной мышцы вообще не поможет, здесь только тренировки, иначе никак держалось. Сколько грамм круп в сухом виде нужно в день потреблять? Блин, ну, исходя из твоей коллагины, если ты соблюдаешь педагогенрацион, то и рассчитываешь, соответственно, и крупы тоже, и как бы равномерными частями белки, жиры, углеводы тоже там, ну, как равномерными, допустим, аттракционы я обычно советую где-то процентов 35 белка, 35 углеводов и все остальное жиры. Можно по-разному соотношение тоже ставить, ну, как бы все зависит от индивидуальных потребностей и от ваших, конечно же, заморочек. Так, я правильно понимаю, что без сложных углеводов результата не будет? Как это не будет? Будет вообще организму по барабану, какие углеводы потреблять? Можно ли делать раз в неделю загрузку, например, суши, вино, но это читмил. Как часто можно позволить себе мороженое? Если общий колораж не превышает, то можно и каждый день. Да, если колораж не превышает, то можно, в принципе, вкусняшку любую каждый день потреблять. Или можно, как я уже говорил ранее в видео, читмил проводить либо раз в неделю, либо раз в две недели. Я уже, в общем, по этому поводу высказался, поэтому повторяться не будет. Так, следующий напишет Алекс. Нахожусь на курсе. Сегодня был в компании друзей, и они курили марихуану. Ну и я попал под дым. Где-то минут 10 находился в комнате с ними. Сам вообще никогда не пробовал. Как это может сказаться? Это получается, что я тоже курил. Теперь ты тоже обдолбленный наркоман. Добро пожаловать... А, милости прошло к нашему наркоманскому шалашу. Ну, блин, да вообще никак это не скажется, блин. Марихуана. Ну, обычный, это так же, как табак тоже. Там никотин содержится, алкалоид, кстати, токсин. В марихуане, ну, как бы, канабиоиды. Ничего страшного. Ничего с тобой не случится. Раньше только подсядешь, конечно же, наркоту, потом начнешь телевизор из дома вытаскивать, холодильники, чтобы новую дозу получить. В общем, ты пополни. Так, следующее нам пишет Иван. Что лучше принимать эктоморфу для набора массы? Креатин или генер? Или разница незначителя? Ну, во-первых, разница есть. Генер это просто углеводы, а креатин это аминокислота, по-моему. Да и что-то я уже, короче, запамятовал. Ну, в общем, генер явно отличается от креатина. Это понятно. И креатин намного более предпочтительный. Если финансы не особо там позволяют, тогда бери только креатин. Ну, а если нормально все, тогда совмещай и генер, и креатин. Это тебе поможет. Есть уже добавки, даже, допустим, идет генер с добавлением креатина для удобства. Но лучше принимать отдельно, потому что отдельно ты можешь его употребить больше. А для того, чтобы его больше в генере сожрать, нужно и самого этого генера тоже больше сесть. Хотя на массе, в принципе, это как бы даже плюс. Ну, как-то так. Так, следующее нам пишет Наталья. Привет! Подскажите, это статья 2015 года. С 4 года ничего не поменялось. Мне все так же и придерживаться эти рекомендации. Подскажите, если я планирую выступать, но хочу выглядеть как фитоняшка. Чего? Подадут ли также эти рекомендации или попробовать более щадящие варианты? Это она спрашивает по поводу статьи, по-моему, для сушки, для фитнес-бикини. Ну, во-первых, блин, физиология человека уже тысяч пятьдесят лет, наверное, как вообще не менялась. Поэтому те вопросы, которые были актуальны в этой статье, они также остаются. Потому что законы физики, они как бы не особо-то и меняются. Поэтому можете эти рекомендации по поводу сушки, тренировок и так далее использовать. Так, следующее нам пишет Олег. Здравствуйте! Пью генер уже две недели, эффекта ноль. Ну, конечно, эффекта ноль. Как же он... Не позеленело, уже хорошо. Даже худаю немного. Но если ты худеешь, то ты, значит, мало ешь. Вес 64, рост 178. Питаюсь три раза в день. Ну, тренировки четыре раза в неделю. Первую неделю пил по 120 грамм в день. Вторую неделю пил уже по 200 граммов в день. Делю всегда на три раза. В дни тренировок утром, перед тренировкой и после. В дни без тренировок между приемом пищи. В чем проблема? В проблемах, я уже сказал, в питании нужно много есть. Если ты теряешь вещь, значит, потребляешь мало калорий. Поэтому минимум 4000 калорий в сутки. И не важно что, ешь все подряд, чтобы восполнить свою калорию. Чем больше сил, тем лучше. И плюс еще генер докидываешь. Калорийность поднимается, вес растет. В общем, все будет замечательно. Проверено. Работает. Так, следующее нам пишет Кирилл. Здравствуйте! А можно ли сжигать жир без потери мышц? Ну, это вряд ли. Разве что, конечно, анаболические препараты принимать. Тогда да, у тебя как бы азотистый баланс положительный. Белок не распадается. Вернее, мышечная ткань на аминокислоты. В общем, все нормально. И у тебя, получается, смещаются катаболические процессы вниз, анаболические вверх. Мышечную массу не теряешь. Даже наоборот можешь набирать на курсе. Но вообще, на сушке потеря мышечной массы – это как бы нормальное явление. Потому что организму намного легче расщепить свою ткань, чем получать это из желудка на полезные вещества, допустим, аминокислоты. То есть, тут как бы ничего удивительного нет. Так что, это нормально. Итак, он дальше спрашивает. «А можно на один килограмм жира сгонять всего лишь 0,1-0,3 кг мяса? А как ты узнаешь, согнал ли ты на один килограмм жира 0,3 кг мяса?» Ты никак этого не узнаешь, никак это не замеряешь. Блин, вообще глупый вопрос. И, блин, я не знаю, даже, наверное, техники такой еще не существует, чтобы замерять это, блин, точно. И как бы, ну... Это ты никак не узнаешь, не прочитаешь. Только по отражению в зеркале ты можешь понять, что если ты там сильно потерял уже, так, ну, высох там прямо, и 5 кг мяса у тебя улетело, тогда это будет заметно. Ну, если там 0,3-0,1, блин, ну... Ой, кошмар. Так, Валерий напишет. «Как накачать мышцы на кулаке? Хочу большие кисти рук». Ну, как, как? Очень просто, вот, Валерий. «Мне, что ли, тебя учить, как качать мышцы на кулаке?» Вообще, я фиг его знает, как качать мышцы на кулаке. Не знаю, как-то никогда я таким вопросом не задавался. Хрен его знает. Хочу большие кисти рук. Ну, во-первых, большие кисти рук еще от генетики зависят, потому что есть у кого-то тонкие кисти с рождения, у кого-то толстые. Также еще тяжелая физическая работа на заводе может утолщить твои сардельки на вот этих вот культяпках и вообще их сделать шире. Ну, у меня, не знаю, генетически, допустим, сама ладонь, она широкая, а пальцы короткие. Как бы на пианино играть неудобно. Но тут уже, как говорится, все от генетики зависит. С чем родился, с тем и ходишь. Так, Иван. А в каком упражнении максимально задействована икроножная? Как в каком? Подъемы на носках? Во всех вариациях без разницы. Даже приход бедный задействуется. Ну, еще смотря, как ходить тоже. Хотя можешь еще лабутены надеть, тоже там будет нормально задействоваться. Так, пишет нам Алина. Можно также подсказать питание для сброса веса, но в то время, чтобы достичь результата в женской диете, похудеть можно, а чтобы попу накачать ноги, какие продукты? А, вот что она пишет. Так, по поводу похудения мы там с ней разобрались, а потом она у меня спрашивает, а чтобы попу накачать ноги, какие продукты нужно есть после тренировок? Абсолютно не важно. Продукты на это и на локальный рост вообще никак не влияют. На это влияют только тренировки. Если ты хочешь что-то нарасти, то нужно питаться с профицитом калорий. Иначе никак. Ну и, собственно, все. Это был последний вопрос на сегодня. Вот такие вот нам письма люди пишут. Как бы свои соображения и, в общем, мысли по этим комментариям можете выразить в комментариях. Такой, этот самый, тевтология у нас такая получилась или каламбур или как там. В общем, все это можете написать в комментах под видео. В общем, а я пока буду немножко заниматься тем, что буду собирать вот такие вот комментарии и потом озвучивать их на видео и попутно отвечать. Вот такой у нас сегодня был видосик. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока. 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 Продолжение следует...